Итак, перейдем к созданию самих загружений. Для этого используем панель инструмента, приведенную слева, во вкладке Loads, Free Loads, это свободное нагружение, которое мы будем использовать. Используем элемент Area Loads для создания нагрузки, постоянно длительной от стоянки транспортных средств, равной 3,5 кН на метр квадратный. И отнесем ее к типу GF, то есть она будет относиться у нас к стоянке, созданной номерами загружения. Вводим кН 3,5 кН на метр квадратный направление в зависимости от осей. В данном случае мы выбираем совпадающую с направлением нагрузки силпритяжения и форма нагрузки. Есть возможность ввести три угла с перепадом нагрузки в зависимости от ее распределения по каждому углу. И распределение проектируется на элемент, на который мы указываем. Таким образом мы можем задать плоскость нагрузки больше, чем сам элемент. На элемент попадет только та часть, которая будет на него спроецирована. Ну и распределение, выбор элементов, на которые будет распределяться нагрузка. Для создания загружения нам необходимо перейти в рабочее пространство и левой кнопки выше выделить ту плоскость, которую мы будем загружать. В данном случае второй этаж, мы будем загружать участок, предназначенный для стоянки транспортных средств. Таким образом мы создали загружение от стоянки транспортных средств. Нагружение от офиса у нас распределяется по всей плите перекрытия, а таким образом, значит, мы будем создавать его уже непосредственно в самом элементе. Для этого входим в плоскость с помощью двойного очистка мыши, левой кнопкой, и выбираем вкладку LODs, загружение, добавляем сюда загружение. Теперь изменяем вид нагрузки на офис, класс постоянная нагрузка, направление совпадает с направлением сил гравитации, и значение вводим в соответствии с таблицами, приведенными в методическом пособии, и получается, что для офисных помещений у нас 2 км на метр квадратный. Загружение создано. Мы можем наблюдать, что при значении 2 км на метр квадратный у нас происходит нагружение. Вот мы видим надпись, собственно, для данной плоскости. Далее нам нужно создать загружение от погрузчика. Для этого мы прорисуем ось, совпадающая с зоной работы погрузчика. Это 7 метров внутрь и 20 метров по направлению вверх со смещением на 3 метра нижней стороны. Таким образом мы создали плоскость, на плоскости линию, по которой будет двигаться погрузчик. 4 метра от края, как мы можем наблюдать, 2,5 с этой стороны, 6,5 с другой, на длину 7 метров, с поворотом и длину на 20 метров. Теперь создадим само загружение от погрузчика. В соответствии с приложением и привозимым грузом у нас получается таким образом, что погрузчик перемещается на трех колесах. Для этого используем свободную нагрузку как Freeload и Point Load. Выбираем погрузчик. Технические характеристики транспортного средства приведены в методическом пособии. В данном случае они приведены в приложении, где указано давление от колес погрузчика при собственном весе и при максимальной грузоподъемности. Таким образом, при грузоподъемности нашего погрузчика в рабочем состоянии при перевозке грузов, вся нагрузка приходит на переднюю ось. Таким образом, мы получаем, что два передних колеса нагружены по 14 кН. Для этого выбираем точки, где будет загружение. И заднее колесо нагружено только от собственного веса на 10 кН. Мы создали наше загружение. Далее нам необходимо скопировать его или переместить на нашу ось. Дальше, для более точного отображения двигающейся нагрузки, мы заходим в Running Imposted Load. Выбираем либо фиксированное количество шагов нашей нагрузки, либо шаг самой нагрузки. Так как расстояние между осями у нас 1,45 метра, то рационально будет выбрать шаг порядка 1 метра. Проводим ось движения. И загружаем, нажимая на дел несколько раз. Таким образом, мы создали нашу движущуюся нагрузку, движущуюся в одном направлении. При возможности можно было замкнуть круг или вернуть движение в другое направление. По предполагаемой области движения нашего погрузчика. В данном случае осталось только экспортировать всю нашу схему в рабочий стол SSD. Продолжение следует...